Традиционно самые большие продажи цветов в России 8 марта и 1 сентября. 31 августа в цветочных салонах с самого утра выстраиваются огромные очереди, поэтому заказывать букеты рекомендуется заранее. Для начала разберемся, какие цветы выбрать. Букет не должен быть огромным и тяжелым, ведь вашему ребенку придется держать цветы всю линейку. Букет первоклассника должен быть небольшим по размеру, с жизнестойкими растениями и без сильного запаха. Если вы решите выбрать розы, купите цветы с короткими стеблями и удалите шипы. Необычно, это бывают, можно так сказать, лохматые букетики, то есть форма свободная букета. Выбирают не все, к сожалению. Думаю, что классический букет, но на самом деле так и есть. Если это дарится от первоклассника, букет выбирается небольшой, компактный, состоящий из небольшого ассортимента цветка, потому что стоять на линеечке тяжеловато первоклассникам. Отдают мамам, мамам не всегда бывают близко, поэтому более крупные букеты выбирают ученики более старших классов. Цена школьного букета в нынешнем году варьируется от 600 рублей до полутора тысяч. Не дешевле обойдутся и традиционные астры или георгины, купленные на улице на стихийном рынке. Как думаете, почему к первому сентября любят георгины покупать? Не знаю, самые яркие. Вот у меня сейчас розовые, а так вот белые, смотрите, какие нарядные. Вот, видите? Поэтому их берут. Стоит учитывать, что из этих недорогостоящих, но ярких садовых растений тоже можно сделать интересные композиции. Частично заказчики приходят уже с фотографиями того, что хотели бы. Модная, да, и используется часто. То есть это гортензия, она бывает разных тонов. Голубая, синяя. Бывают очень интересные тона, то есть сочетание зеленого, бордового. Также используется дельфиниум в данном букете. Небольшие его побеги, то есть бутончики, эвкалипты. Из года в год букеты первоклассников украшают школьными аксессуарами, карандашами, линейками, мелками, даже небольшими глобусами. Базовыми цветами для недорогих букетов являются герберы, хризантема и подсолнухи. В более дорогих моделях букетов используют цветы, которые популярны и в любых других тенденциях. Гортензия, дельфиниум, протея и некоторые виды цветов, стилизованных под полевые. Георгины бывают сейчас разных и красивых цветов, и также сорта очень разнообразные, что поддерживается как раз цветом. Также бывают гвоздики, то есть раньше говорили о том, что гвоздики – это неинтересный цветок, а все его побаивались. Сейчас очень много разных гвоздей. Форма тоже красивая у них бывает, они бывают похожие на часики полевые. То есть полевые букеты тоже модно дарить на 1 сентября. Какой бы букет вы не выбрали, главное, что любимому преподавателю будет приятно. А праздничное настроение зависит исключительно от вас самих.